Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Финам-ФМ и программа Револьвер. Веду ее сегодня я, Александр Боев, и мы будем говорить с нашими гостями в студии и с вами, нашими радиослушателями, о теме «Российская молодежь в протестном движении». Мы будем обсуждать этот довольно странный феномен, странный феномен для России. Поясню, почему. Дело в том, что наша страна сильно отличается от многих других стран мира, где, собственно, люди в возрасте от 15 до 25 лет составляют основу любых активных протестных движений и сильно участвуют в различного рода публичных акциях. Если мы посмотрим сводки с публичных мероприятий, которые показывают нам участников всех демонстраций, выступлений различного рода социальных движений и так называемых цветных революций, то мы увидим, что их основу составляют именно молодые люди. В России ситуация немножко другая. Вот уже более 20 лет, то есть практически всю основную историю новой России, мы не сталкиваемся с таким явлением, как активная гражданская позиция молодежи. Больше того, зачастую можно сказать, что молодые люди вот в этом вот возрасте от 15 до 25 лет, то есть в самом активном возрасте, они выходят за пределы активной политической жизни. Возможно, их это не интересует, возможно, для них это не является каким-то приоритетным явлением. С чем это связано? Возможно ли этот процесс как-то управляется, возможно, этот процесс как-то изменяется? Об этом мы поговорим с нашими сегодняшними экспертами. У нас сегодня в студии Александр Тарасов, эксперт по молодежным субкультурам, директор Центра новой социологии и изучения практической политики Феникс, Игорь Минтусов, председатель Совета директоров Центра политического консультирования и Агентства стратегических коммуникаций Никола М., и Сергей Белоконев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи. Коллеги, в связи с этим первый вопрос. Действительно ли российская молодежь так сильно отличается от своих, скажем так, зарубежных сверстников, на самом ли деле, с точки зрения, возможно, социологии, да, мы можем говорить, что россияне как-то так выбиваются из общего тренда и не интересуются политикой как таковой? Вопрос, наверное, в первую очередь как социологу к Александру Тарасову, Александру Николаевичу. Что можно сказать по этому поводу? Ну, в принципе, мы можем говорить о том, что в настоящий момент, вот сейчас, в этом смысле российская молодежь, конечно, отличается от, скажем, молодежи в развитых западных странах или в молодежи в странах Латинской Америки и во многих других странах третьего мира, но не сильно отличается от молодежи в постсоветских странах, странах бывшего Варшавского договора. То есть это общий феномен. То есть это общий феномен стран бывшей Восточной Европы, стран бывшего СССР. Да, да. Прошу тебя поделить с вами наблюдениями. Сергей Белоконев. Федеральное агентство по делам молодежи. Наверное, вопрос не такой простой и, ну, надо еще поспорить, там, подумать, насколько он корректный, потому что молодые люди разные и в России, и разные есть там молодые люди, страны разные, и Россия не похожа на большинство стран, о которых мы можем сейчас думать. Отвечая на этот вопрос, наверное, стоит отметить, что Россия сегодня не похожа ни на одну другую страну. Я, в первую очередь, хотел бы, наверное, обратить внимание на то, что Россия является, в отличие от так называемых, вы их назвали развитых стран, страной для, еще до сих пор, страной для возможностей для любых молодых людей, где бы они ни родились и в каком социальном статусе они не пребывали сегодня в России. По-моему, единственная страна, которой можно стать очень богатым довольно быстро, очень известным, успешным довольно быстро. А в Америке это возможно только, может быть, где-то в Силиконовой долине. Ну, это вот пример. А в странах Западной Европы таких площадок вообще почти нет. А в России примером тому являются успешные карьеры последнего десятилетия многих людей. И поэтому я считаю, что сегодня молодые люди, понимая, в общем-то, может быть, где-то бессмысленность, где-то возможность из нашей страны их используя и в предпринимательстве, и в политике, и в... Ну, вот даже там, вот в протесте тоже какая-то часть небольшая может быть реализоваться, реализуется. Но остальные стремятся туда, где можно себя проявить, показать и чего-то добиться. Вот у меня такие представления. И в этой связи я хочу сказать, что мы и, наверное, будем успешнее и интереснее наша страна для нашей молодежи, чем, например, страны СНГ, где меньше возможностей, где меньше ресурсов, где нет таких ресурсных там сегодняшних возможностей. Сергей, смотрите, получается, что у нас у молодых людей изменена общая цель жизни, что ли, или люди движутся к другому. Но, смотрите, мы в этой ситуации получаемся несколько заложниками такой вот этого самого различия, о котором вы сами только что упомянули, да? То есть если в России молодой человек действительно может стать, занять какой-то пост, разбогатеть, стать, достигнуть каких-то личных жизненных высот, то в странах, допустим, Средней Азии он таких возможностей, в принципе, лишен. Конечно. Но вместе с тем... В Средней Азии точно есть родственники и там всякие меритократические и прочие системы, где тебе не дадут ничего добиться, и ты в Средней Азии можешь заработать что-то, и приличные деньги, только работая на стройке в Москве, а дальше развиваясь как бизнесмен в строительстве в России. Сергей, в том же самом ситуации у нас получается, что люди из той же самой Средней Азии не активно участвуют в том же самом протесте. Где? Движения в Киргизии, движения в различных среднеазиатских республиках, они, социальные движения взрыва, они обусловлены, опять же таки, немолодыми людьми. Они обусловлены людьми, которым... Их протест поражается тем, что они работают на стройке влюблено. Вот их протест. Уехать из страны, поработать, заработать в России. Нет, Сергей, вы живете на какой-то другой планете. Ну почему, вы их не видите? Вы как представители власти, у нас все живут на другой планете. Вот и вы живете на другой планете. Здравствуйте. Вам напомнить про Пугачев совсем недавно? А что Пугачев? Вы не знаете ничего про Пугачев, да. Я знаю про Пугачев, ну и что там напомнить надо? А там как раз вот это тот редкий случай, когда молодежь была очень неактивна. И она очень активна была и очень зла именно по отношению к таким, как вы, представителям власти. Хочу вам напомнить. Когда такие, как вы, приходили к ним и говорили, мы хотим вас поддержать, они им кричали, вы штаны свои поддержите, пошел отсюда. И дальше матом, я не буду матом вас посылать. Это по случаю. Таких случаев может быть очень много, я могу объяснить почему. Потому что Пугачев радикально противоречит тому, что вы только что сказали, что любой молодой человек может стать миллионером и сделать свой бизнес. Но не Пугачеве, возможно. А Пугачев где? Вы думаете, что это Казахстан что ли? Нет, это Саратовская область. Конкретно, да, я имел в виду. Это Саратовская область. И там как раз случился вот такой разрыв. Вы знаете, из Пугачева, к сожалению, из других городов люди едут и находят себя в других территориях. Это проблема России. Но эта ситуация существует и в других регионах. То есть, опять же таки, если я это резюмирую, мы можем говорить о том, что у нас сложилась следующая ситуация. И в России, в стране отсутствуют как таковые социальные лифты в отдельных регионах. И молодежь должна для того, чтобы реализовать себя, ехать в те единственные центры, в те небольшие города, в те большие города, в которых эти социальные лифты существуют, сохранились и так далее. Почему не протестуют те молодые люди? Почему они активно не ведутся на форматы социального протеста, чтобы выбраться из той ситуации, в которой они живут в своих маленьких городах? Зачастую, во многих случаях... Каким образом? Я родился в Курской области, в поселке. В 99-м году уехал из Курской области, потому что мне не было никаких возможностей там развиваться. Я уехал, в частности, по научной линии учиться в аспирантуру в Москву. Вот я не то, что протестовал, я не выходил на улицу и не кричал, как вы говорите, там, ваши вот эти... Потому что я понял, что это ничего не решит, безусловно, что кричать. Я сам на себя рассчитывал и сам все добивался. И я думаю, что большинство российской молодежи так мыслит. Я вам скажу, что я могу проанализировать и сравнить молодых людей России в 99-м, 2000-м году, 2001-м году и сегодняшних. Сегодня больше процент молодых людей, которые понимают, что делать в сложной ситуации, которых меньше, наверное, советского. Вот во мне это было еще. А у моей сестры, и она на 8 лет старше, она вообще в какой-то степени не нашлась, ну так, не очень смогла найти решение в этой жизни. Потому что она воспитана была с 70-го года рождения в Советском Союзе. И она в 20 лет оказалась в ситуации, когда другая страна, новые порядки, и она не смогла перестроиться. И что она хуже вас? Ну что значит хуже? Не хуже она, расскажите. Она как работала учителем в школе, так и работает. То есть вы презираете учителей, да? Подождите, ну что, о чем вы говорите? Ну это вы, наверное... Не, ну вы пример такой приводите, как отрицательный, как негативный. Да не отрицательный это пример. Я говорю, как люди себя находят, как они рассчитывают, на кого. И она рассчитывала на государство долгое время, что даст ей квартиру, не дала ей квартиру и так далее. Я уже на это не рассчитывал в 99-м году. Не рассчитывал, я рассчитывал на себя. А в 98-м году, когда кризис забрал половину средств, которые я заработал во время бизнеса, я и бизнесом бросил заниматься. Коллеги, смотрите, у нас выходит ситуация, что в разных ситуациях, в разных жизненных условиях, да, люди ведут себя по-разному. Те люди, которые успели себя реализовать в нашей действительности, они имеют какой-то шанс. Те, которые не восприняли новое время, остаются фактически за бортом. Но при этом это же поведение зачастую влияет на электоральное поведение как молодых людей, так и молодых людей, принимающих или не принимающих выборы. Мой вопрос с Игорем Минтусу. Игорь Евгеньевич, скажите, как можно вообще определить, у нас насколько активно молодежь, как таковая, принимает участие в каких-то политических институциализированных процессах? То есть именно в выборах, в участии в политических партиях. Возможно ли этот процесс как-то управлять или можно ли его как-то вычленить по каким-то основаниям? Говоря с логическим языком, это все можно изучать с помощью методов наблюдения за поведением молодежи, методов исследования, которые, если говорить об электоральной практике, заключаются в проведении просто постэлекторальных исследований, кто именно голосовал, какие взрослые группы, почему они голосовали, либо почему не голосовали. То есть достаточно стандартные процедуры исследовательские, которые знает любой социолог. Я должен вам честно признаться, что на протяжении многих-многих лет занимаюсь так либо иначе электоральными стратегиями в тех либо иных регионах для тех либо иных кандидатов на тех либо иных уровнях выборов. Я не припомню, чтобы где-то молодежь играла решающую роль, в том смысле слова, что стратегия выборной кампании кандидата была направлена по лечению молодежи. Во время выборов все очень просто, понятно и ясно. Не ходят в этом регионе молодежь на выборы, ну и слава богу, будем работать с теми, кто ходит, например, пенсионеры и так далее. То, что касается вопросов таких высоких политического культуры, политического бытия, почему молодежь не ходит, а что надо сделать, чтобы она пошла. Эти вопросы, как правило, в практике реальных политиков стоят условно очень, но, соответственно, есть очень важная черта. Все политики очень внимательно наблюдают, как молодежь себя будет вести. Если молодежь вдруг возникает протестная активность в среде молодежи, то здесь, конечно, политики государства должно быть на страже. Но в целом, в целом молодежь не являлась никогда специальной зоной особого внимания для тех политических консультантов, которые консультируют политиков на выборах. То есть мы можем говорить, что молодежь, как таковая, у нас исключена из насущной повестки дня как политиков, так и политконсультантов, которые их сопровождают, и вместе с тем они вспоминают как о головной боли. Вот она пришла, значит, надо есть таблетку, а до этого, пока ее нет, мы на нее не обращаемся, мы смотрим на другие части тела, как они действуют, ведутся и так далее. Сегодня вечер цинизма. Я буду продолжить свой цинизм и скажу, что если вы думаете, что политики обращают внимание на пенсионеров, потому что хотят особенно проявить заботу пожилым людям, которые, соответственно, много отдали государству и теперь должны иметь сносные условия существования, то это тоже некоторая наивность. Пенсионерам большинство политиков уделяет особое внимание просто потому, что они ходят на выборы. Как только молодежь начнет ходить на выборы, а пенсионеры перестанут ходить на выборы, то вектор, я повторяю, говорю о электоральной части политического процесса, когда до выборов 2-3-4 месяца, то тогда, соответственно, в этом случае к пенсионерам уменьшится интерес, появится к молодежи. Но никакой априорной дискриминации здесь, конечно, нет. А разве сейчас молодежь не ходит на выборы? Она ходит, но ни больше, ни меньше, чем остальная часть. Естественно, изучается молодежь. Даже меньше. Как отдельно группа, она тоже, в общем-то, важна, потому что, я так понимаю, мы сегодня не говорим о выборах, но, тем не менее, нельзя не отфиксировать, что только что закончились выборы мэра города Москвы. И, смотрите, 51% набрал кандидат, который выиграл эти выборы, в пределах, то есть 1-2, то есть 2% меньше, и второй тур. Качественно меняется ситуация. И, как знать, вполне возможно, что у меня нет данных, я не изучал, соответственно, результаты голосования по возрастным группам. Может быть, как раз и молодежь пошла на выборы в какой-то части, вот дала этих дополнительных 2 лишних процента с ЭБИ, но и поэтому нет второго тура. Поэтому каждый голос важен в этом смысле, молодежь в том числе, но держа в голове общая тенденция. Общая тенденция, что молодежь пока достаточно пассивна. Я, опять же, цинично повторяю, ну и слава богу. Я вот здесь хотел бы добавить, действительно, технологи так мыслят и относятся, наверное, с 2005 года, ну и там с 2000 года выборами приходилось заниматься, участвовать в различных компаниях, и с этим постоянно сталкивался. Наверное, в 2006-2007 году, когда был электоральный цикл выборов в Госдуму, и вот от того периода, наверное, была немного другая ситуация, и это было связано с тем, что тогда был пик молодых людей, рождаемости в нашей стране. Ну, то есть не рождаемость, а как раз... То есть у нас подросла вот эта вот самая молодежь, стала значимым показателем в электоральной базе. Последнее советское поколение. Тогда был пик и по количеству молодых людей, 39 миллионов молодых людей было в России. Сегодня их уже 36. А, наверное, говоря о перспективе, о будущем, как будут дальше вести себя технологи в отношении молодого избирателя. Здесь тоже, очевидно, все неутешительно, потому что в ближайшие 10 лет в любом случае в России количество молодых людей и, соответственно, молодых избирателей уменьшится на почти на 30%. То есть с сегодняшних 36 до 24. И это в том числе и будет говорить о том, что мы вряд ли будем ожидать, ожидаем увеличение внимания к молодежи, к молодым людям, как к избирателям, которые влияют на голосование. Просто потому, что их число упадет практически на треть в числе... Через 10 лет. В абсолютных показателях через 10 лет. Спасибо. Дорогие радиослушатели, я хотел бы напомнить, что у нас сейчас включен прямой телефон. Вы можете позвонить на Финам.ФМ по телефону в студии 65 10 99 и 6, код города 495 и задать интересующий вас вопрос кому-то из наших экспертов. 65 10 99 и 6, код города 495. И я вижу, у нас уже есть звонок. Пожалуйста, представьтесь, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, Сергей. Вы знаете, я хотел бы высказаться вот в первую очередь к Алексею по поводу вот его представления. Я в данном случае огорчу вас, Сергей. У нас здесь нет Алексея. Есть Александр Тарасов, Игорь Минтусов, Сергей Белоконев. Также я, Александр Боев. К кому из нас вы хотите адресовать свой вопрос? Значит, ну вот представитель, который по молодежи. Александр Тарасов, да. Да. Либо Сергей Белоконев, который возглавляет Федеральное агентство по делам молодежи. Вы хотите задать вопрос социологу или политику? Политику. Значит, Сергею Белоконеву. Значит, вот у меня такое представление, понимаете, о человеке, как вы правильно сказали, что он точно так же, как обычный политик, сидится сверху и даже не представляет то, что творится на земле. И вот его представление о том, что молодые люди, занимающиеся наукой, быстренько кинулись в Москву или в другие крупные города и абсолютно отрешились от какой-то политической деятельности, общественной деятельности. Это все совсем-совсем не так. Я вам хочу сказать, что основная масса людей, молодых людей, которые считаются электоратом и так далее, то основная причина, почему они не участвуют в общественной жизни, это наша политическая элита, наше государство. Просто в один прекрасный момент настучало по рукам, по головам и всего прочему и просто отбило желание у этих людей в чем-то участвовать. То есть, Сергей, вы считаете, что у нас молодежь уже рождается с отбитыми руками и ногами и не готова принимать участие ни в какой деятельности. Я правильно понимаю? Интересное мнение, конечно. Не то чтобы даже и рождается, но вот сейчас вот эта молодежь, которая до 25 лет, понимаете, оно реально получилось в такой ситуации, когда оно попыталось выступить с протестным движением. Хотя бы самый элементарный пример это выступление на Болотной площади. Ну, там же не было большинства молодых людей. Там были молодые люди, вы знаете, там были молодые люди, я с ними не знаю. Окей, Сергей, давайте мы попросим Сергея Белоконева прокомментировать. Большое спасибо вам, Жанук. Это ваше мнение. Интересная позиция, интересные мысли. Я, правда, не услышал какого-то такого ничего, там, не знаю, противоречит тому, что я говорил. Нет, ну, Сергей, вы не говорили о том, что молодежь нас бьет с детства, чтобы она не лезла в политику. Сергей фактически утверждал, что у нас молодые люди не участвуют в политике, потому что им не дают это делать. Я услышал такую странную вещь, что приезжают в города и, то есть там они у себя, где они жили, наукой они занимались, а сюда приезжают, и они не перестают заниматься. Вообще, кроме как в городах, наукой в нашей стране негде заниматься. Это странно вообще, да? Что они там занимались наукой, а приезжают в города, занимаются там чем-то еще, наукой. Я не понял. Он этого не говорил. Хорошо, давайте попробуем. Ну, неважно, я дальше скажу. Дальше я хочу сказать, что сегодня можно и в политике себя найти, и таких примеров масса. Я знаю... Но только при этом надо быть конформистом. Ну, почему? Потому что, если вы не конформист, то, как он говорит, вам дадут дубинки по голове. За последние пять лет, четыре года, после того, как Единая Россия отказалась от такого инструмента у себя, он был четыре-пять лет назад, как 20-процентная квота для молодых людей, сегодня, например, другие партии, там, ЛДПР, КПРФ, очень сильно омолодились. Сегодня в ЛДПР огромное количество депутатов в возрасте до 30 лет. Они туда идут. Молодежь идет сегодня в политику. И есть легальные способы туда идти. И часто идут и в другие партии, и в тюдовники. ЛДПР – это партия спойлера, она всегда поддерживает Единую Россию. Это опять конформист. На уровне региона, какая разница, спойлер-то или нет. У тебя есть конкретная задача, политическая твоя повестка не по поводу того, что там творится в Госдуме, а там повестка по поводу конкретных ремонта дорог, конкретных каких-то коммунального заказа или еще чего-то. Там обсуждают жизнь и работают в формате жизни. Сколько молодых людей может быть депутатами? Вот из этих 30 с лишним миллионов, 36, сколько может быть депутатами? Я вам скажу, сегодня молодых депутатов до 35 лет в стране более 12 тысяч на уровне муниципалитетов. Что делать остальным молодым людям? Идти в депутаты. И количество это растет, кстати говоря. Но мы же не сможем обеспечить до 36 миллионов. А знаете почему? Зачем нам столько депутатов? Знаете почему их так немного? Но хотя их часть в отношении всего политиков, она достаточно серьезная. Их немного, потому что, я уже об этом сказал, что сегодня в предпринимательстве сегодня находят как можно, с каждым годом все больше и больше людей. Растет за последние 5-10 лет, вырос радикально, ну серьезно, в несколько раз процент тех, кто себя находит в бизнесе. Растет. Друзья, Сергей, спасибо. Зачем идти в политику? Мы сейчас уходим на перерыв, и в данном случае мы продолжим эту увлекательную беседу уже после перерыва. К тому же у нас на линии есть еще несколько звонков. Не переключайтесь, мы слушаем вас на Финам-ФМ. Добрый вечер, друзья. Мы возвращаемся в студию. Это программа «Револьвер». Я Александр Боев. И у нас сегодня тема «Российская молодежь в протестном движении». Напомню, что с нами в студии сегодня наши гости. Александр Тарасов, эксперт по молодежным субкультурам, со-директор Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс». Игорь Минтусов, председатель Совета директоров Агентств стратегических коммуникаций «Никола Эм» и Сергей Белоконев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи. Телефон прямого эфира 651099,6, код города Москвы 495. Вы можете звонить и задавать свои вопросы нашим экспертам и активно участвовать в передаче. Сейчас у нас есть еще один звонок. Это звонок от Сергея. И Сергей, алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Да, позвольте вам задать вопрос. Как вы думаете, может ли быть такое повышенное внимание молодежи, связано с тем, что человеку 18-25 лет, но может быть у него еще нет какой-то стабильной работы, какой-то перспективной работы, стабильного заработка, может ли такой интерес, скажем так, каким-то образом покупаться? То есть вот кому-то нужно это, и, грубо говоря, заказывается какое-то количество аудитории. То есть сможет ли кто-то подкупать 36 миллионов российской молодежи в каких-то своих корыстных интересах? Есть. Так можем говорить? Ну, вы знаете, люди, они ведомые. Мы можем подкупать не всех, мы можем подкупать, там, не знаю, там, процентов 10-15 аудитории, а остальные пойдут как бы заодно под каким-то хорошим образом. То есть, Сергей, Сергей, как вы это себе видите? То есть это речь идет о том, что выходит молодой человек и говорит, там, выйду на болотную за 5 штук, да, или за 500 рублей, или за 200, или за какую-то другую сумму. А к нему приходит некий дядя и платит ему эти деньги. Это, ну, то есть... Нет, но это происходит с помощью разных технологий. Да, есть разные технологии, я не хотел бы вдаваться сейчас в детали, я хотел бы задать вам вопрос, как вы думаете, такое возможно? А что именно возможно? Возможно ли подкуп избирателей, или возможно ли подкуп молодых избирателей? Что молодых, ну... Не подкуп, а управление их поведением электоральным, это другое. Да, 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 использование различных технологий, политтехнологий. Ну, вот коллега сидит... Давайте я задам вопрос, действительно, классику отечественного пиара, и политического консультирования Игорю Минтусову. Можно почитать его книги, и там все это написано. Да, возможно ли подобного рода явление в нашей российской действительности? Ну, первое, надо определиться с понятием подкуп. Слово такое из обыденного языка, и разные смыслы можно вкладывать. Есть подкуп, есть интерпретация подкупа, которая попадает под действие Уголовного кодекса Российской Федерации. Это называется или взяткой, или если говорить об электоральном процессе подкупа избирателей, соответственно, закон со всей строгостью должен обрушиться на тех, кто занимается подкупом. Если вы говорите о подкупе в таком смысле обольщения, в смысле манипуляции кем-то, молодыми людьми, что их куда-то там ведут, непонятно куда в светлую даль на самом деле ими манипулируют. Это другой аспект понятия подкуп. Если вы говорите о подкупе как просто материальной мотивации в рамках закона, когда тебе говорят, приди на митинг, и мы по ведомости тебе там заплатим 500 рублей на работе, что, в общем-то, не противоречит Уголовному кодексу Российской Федерации, это третье понятие подкупа. Поэтому вот в этих трех разных категориях есть три разных ответа. Вы что имеете в виду? Какой тип подкупа? Боюсь, Сергей нас сейчас больше не услышит, Игорь Евгеньевич, так что прокомментируйте, пожалуйста, этот процесс, так как видите его вы для нашей теперешней действительности, и, возможно, в связи с тем, что происходит в связи со вчерашним, закончившим всероссийским днем голосования? Я бы предложил бы уважаемым радиослушателям, которые думают об этой категории, все-таки разделить на две большие группы интерпретации этого слова. Первое, это то, что попадает под действие Уголовного кодекса, то есть противозаконно, подкуп, взятка и так далее. Второе, то, что не попадает под действие Уголовного кодекса, но здесь вступает, соответственно, в силу определенные некоторые моральные критерии. Ну, например, имеет ли там право руководитель частного предприятия мотивировать сотрудников так либо иначе на определенное политическое поведение? Вот имеет он право, либо не имеет, ставить им дополнительные выплаты в зависимости от того, пойдут они на митинг, либо не пойдут, или, соответственно, руководитель государственного предприятия. Здесь уже такой вопрос больше находится в сфере этики. То есть он не противоречит уголовному и избирательному законодательству, но, в принципе, единственное, чем может руководиться, это к совестью. Ну, я бы сказал, более широко этикой, определенным этическим представлениями. Здесь это вопрос очень сложный, не хватит этой передачи, в которой мы сейчас находимся, совершенно точно, потому что есть разные типы этики, есть так называемая ситуативная этика, когда люди, соответственно, имеют ту этику, которая в настоящий момент более им удобна во взаимодействии с вышестоящей структурой организации и так далее. Вышестоящая структура организации меняется, либо их начальник, и этика у них меняется, потому что их этика ситуативная, ну и так далее, и так далее. Поэтому это такая длинная, очень большая, увлекательная тема обсуждения этого вопроса. — Спасибо, Игорь Евгеньевич. У нас есть еще один звонок, и это Александр. Александр, здравствуйте, вы в прямом эфире. Ваш вопрос. — Добрый вечер. У меня вопрос, молодой человек до этого задавал вопрос по поводу молодежных движений, по поводу того, как им можно руководить, по поводу денег, которые вливаются в предвыборные и послевыборные агитации. А как же у нас государственные учреждения, в которых до сих пор у нас есть негласные указания голосовать за того или иного депутата, либо кандидата? — Давайте мы спросим Сергея Белоконева, руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Есть ли у нас такая практика? — Я могу сказать про свое учреждение. Мы в Москве находимся, и никаких негласных у нас таких на прошедших выборах не было установок. Так что за всех говорить сложно. — Хорошо, а я вам скажу тогда, что я работал. — Где есть, давайте. — Да, Александр, скажите, откуда у вас такая информация про ужасных людей, которые на пользу служебным положением управляют? — Я на 10 лет работал в одной позитивной организации Министерства внутренних дел. — То есть вы хотите признаться в прямом эфире Финам.ФМ в совершении должностного преступления, обусловленного, как сказал нам Игорь Минтусов, уголовным кодексом, нарушением его? — Совершенно верно. Только единственное... — Подождите, сейчас наши коллеги запишут ваш номер телефона, и вы сможете сделать соответствующее заявление уже на более официальном. А расскажите пока, до этого чарующего момента, расскажите нам, что, собственно, было, в чем выражался вот это вот ваше... — Ну, с утра перед выборами, когда сотрудники милиции заступают на посты, им вежливо предлагают проголосовать на тех избирательных участках и взять открепительные документы, да? — Открепительный листочек вот этот. — И впоследствии, как бы, когда ты голосуешь, тебе аккуратненько так и говорят. — Ты сам знаешь, за кого нужно голосовать. — Конечно. — Александр, а где здесь нарушение? — Ведь совершенно каждый человек совершает свой собственный выбор. Вы действительно, когда находитесь на избирательном участке, знаете, за кого голосовать. — Ну, только этот выбор я могу совершить сам, согласны. И не слушать на инструктаже то, что все должны голосовать за действующую власть. — Окей, Александр, спасибо за ваш вопрос. — Но, однако, не все голосуют, как показали выборы. И поэтому здесь, мне кажется, тут немного надуманно. Я о другом хотел бы, можно сказать, что какие-то использования какого-то такого административного ресурса, оно всегда было, есть и будет. И во всех странах это происходит. Но их хрисиматийных примеров масса, да, там. И эти выборы злополучные в США, где победил не то Буш, не то, кто там, Гор. И однако проигравший Буш стал президентом. А у него и выборы решили почему-то, выборы в штате его брата и так далее. И есть выборы, которые проходят в странах полиэтничных, где вообще очень сложно людей... Там вообще мотивируют людей голосовать только за свою национальность, кандидаты или еще чего-то. У нас в этом плане еще, может быть, все не так уж прямо уж плохо и так далее. — Коллеги, мы начинаем уходить, на самом деле, в сторону выборов. Это такой богатый и нескончаемый вариант. — Да, я о нашей теме скажу, вот, может, там, в заключении уже со своей стороны одну важную вещь. И, что когда меньше, как мне кажется, протеста у молодых людей... Ну, конечно, понятно, что их протестующих молодых людей меньше, когда их самих меньше. И в этом плане та динамика, она, наверное, нас где-то может там чуть подрослабить. Но этого не должно происходить. Но меньше протестное настроение тогда, когда у молодых людей больше возможностей. Задача и государственных структур, и наше федеральное агентство, и наших учреждений, и проектов, которые мы проводим, и форумы Селигер. Делать все для того, чтобы возможности были равны для каждого молодого человека, где бы он ни родился, в какой семье он ни родился. Чтобы были понятные лифты, так называемые. Понятные пути развития в жизни и доступные для многих других. То есть, социальные лифты, по которым молодой человек был уверен, что если он закончит школу, получит образование, добьет что-то в жизни. Ну, понятно, что здесь мы не идеальны, далеко нам есть над чем работать. И возможности сегодня государство, к сожалению, представляет не столько, может быть, сколько таких возможностей было в Советском Союзе. Здесь, я думаю, что мы вместе в правительстве должны еще сделать многое. Коллеги, социальные лифты и существование возможностей для продвижения молодежи, это действительно серьезная задача для любого государства. В принципе, в тех условиях, когда молодежь фактически лишена таких социальных лифтов, мы можем говорить, что государство не выполняет свою основную функцию, то есть продвижение и развитие своих граждан в будущем. Поэтому вопрос о реальной возможности таких социальных лифтов, это, скорее всего, вопрос именно к социологу. Я напоминаю нашим слушателям, что наш телефон прямого эфира 65 10 99 6, код города 495 65 10 99 6 495. Можете звонить, задавать свои вопросы, а пока мой вопрос к Александру Тарасову. Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, насколько эффективно могут действовать подобного рода социальные лифты для молодежи в нашей современной России? Насколько реализуем тот проект, вывести 36 миллионов в 12 тысяч депутатов? Извините, Сергей, я утрирую. Насколько эффективно с точки зрения социологии, с точки зрения изучения молодежи, движений это сейчас практикуется в России? Ну, знаете, у нас сложилось достаточно единое мнение, насколько я знаю, в отечественной социологии и в отечественной ювенологии, вне зависимости от пристрастий, скажем, идеологических или политических тех или иных социологов, что приблизительно к середине 2000-х годов у нас социальные лифты практически закрылись. И это было даже осознанно властью, и поэтому возникли механизмы, во всяком случае, они пытались как-то реализоваться для того, чтобы найти какие-то иные варианты, поскольку до этого оказывалось, что очень много зависит, практически все зависит от того, где вы родились, в какой семье вы родились, следовательно, сколько там денег, могли ли ваши дети, эти дети, да, вот из этих семей получить качественное образование. Понятно, что чем дальше от Москвы, от центров, чем беднее семья, тем меньше таких шансов. А образование это основной способ сейчас для возможного социального лифта массового. И возникновение таких программ, как там, скажем, программы Селигер и так далее, которые были ориентированы у Единой России в свое время на привлечение молодежи как раз из глубинки, это реакция на это осознание. Я как раз с Сергеем хочу очень серьезно поспорить, очень небольшое число людей может создать у нас свой собственный бизнес, тем более, чтобы он выжил. Потому что нужно всем отстегивать, всем платить, вас кто-то контролирует, вас кто-то крышует, я ничего, как бы, криминального не говорю, это все знают. В 90-е годы больше этого. То есть у нас, Александр Николаевич, можно у нас сказать, что, условно говоря, да, у нас есть молодые министры, да, министр там связи. Если совсем просто, если вы дети премьер-министра Медведева, у вас все будет хорошо. Если вы две дети, ну, если вы вдруг не станете наркоманом, все остальное будет хорошо. Если вы дети, там, условно говоря, простого, там, сельского работника из Магаданской области, то очень сомнительно, что у вас что-то будет хорошо. А у меня тогда вопрос к Сергею Белоконеву. Сергей, извините, личный вопрос. Сколько вам лет? 36. 36 лет, то есть фактически молодой человек. Как раз, да, в 2003, 2004, 2005 году. Когда закрылись лифты, я как-то в лифты какие-то попадал, поэтому тут я не соглашусь. Как складывалась ваша карьера в данном случае, или ваша, как действовал социальный лифт в вашем случае? Благодаря молодежным организациям, движение наше, и в том числе научной какой-то работе моей, я стал кандидатом в депутаты. А какой именно научной работе? По какой вот линии? Политической психологии. Так вот, я не соглашусь с вами, докажу достаточно легко. Посмотрите, первую сотню Форбс российских миллиардеров, особенно молодых, и все родились, как правило, не в благополучных семьях, и родились не в Москве далеко, и добились всего сами. Погодите, погодите. Это все относится к предыдущему историческому периоду, к 90-м годам, к периоду так называемого первоначального накопления. Во всех странах периода первоначального накопления происходил быстрый и неконтролируемый такого рода рост, когда невозможно было предсказать, кто выиграет, кто проиграет совершенно, когда состояние накапливалось, как сказано у Остапа Бендера, да, там в книге, да, незаконным образом. Вы же немного по-другому сказали. Но сейчас этого уже нету. Хорошо. И сейчас вы сказали, но я не хотел бы там спорить с каждым тезисом, который вы сказали. Сейчас образование не самое главное социальная мобильность. Вот фактор наличия образования. Сейчас другое. Бизнес сейчас в большей степени, чем 10 лет назад, становится возможностью куда-то двинуться, как-то развиваться. Политика и тогда, и сейчас является элементом или инструментом социальной вертикальной мобильности. Те 12 тысяч молодых депутатов, о которых я говорил, это вполне себе цифра. И именно из них сформируется новый политический класс. А потому что другого нет. Нет, погодите, мы уже говорили, что это микроскопическая цифра по отношению к всем молодежи. Микроскопическая по отношению к 60-60 миллионам. Но никто не мешает всем молодым. Ваше мнение в данном случае. Несколько коротких комментариев. Первое. По поводу предпринимательства, в том числе и в молодежной среде. По проверенной, выверенной статистике, которая существует на многих странах мира, многочисленные исследования, десятилетиями которые проводятся относительно темы так называемого предпринимательского менталитета, не более чем 10% населения, как в России, мы проводили эти исследования, так и в Германии, так и во Франции, так и в Соединенных Штатах, обладают предпринимательским менталитетом. Поэтому я тут вспоминаю некоторые наивные размышления в 90-х годах, когда создалась новая Россия, и всем что-то считалось, что каждый уважающий себя человек, умный, должен заниматься бизнесом. Если ты не можешь создать свое дело, то ты, соответственно, непонятно кто. Так вот, таких процентов 10. Вне зависимости от стран. Да, вне зависимости от стран. Медицинский факт. Да, медицинский факт. Там колебания есть, ну, например, если говорить о сравнении, так и исследовании, в Германии там 8%, там, во Франции там 10,5%, в Соединенных Штатах там 11%, но это все в пределах ошибки. Поэтому, когда мы говорим о молодежи, 10% молодежи могут быть предпринимателями. Поэтому, когда речь идет о том, кто-то говорит, вот, мало предпринимательства и так далее, 90% быть имени не могут, потому что родились непредпринимателями. Это тезь первая. Тезь вторая по поводу депутатов. Зря тут набрасывается на Сергея, на мой взгляд. 12 тысяч – это очень много молодых депутатов. И депутатская деятельность, как политическая деятельность, это один из многочисленных видов деятельности. Что же мы действительно все теперь, наш молодежь, должна стать депутатами? Забавно об этом говорить. Теперь, главное, что хотел сказать. По исследованиям, которые проводились неоднократно здесь у нас в России, последний исследование, я помню, проводил Фонд общественного мнения несколько лет назад, среди молодежи, они фактически выделили пять больших групп в молодежной среде, среди молодежи, которые имеют пять различных систем ценностей. По иронии судьбы, эти пять групп, они приблизительно, каждый из них занимает там около 20%. Первая группа, условно говоря, это люди, которые себя считают гениями, белыми гейцами, и вот они понимают, что только-только сейчас вот-вот наступит время, и вот они просто все сделают. Это вот такие талантливые, креативные, либо, как им кажется, креативные люди. Они считают или они являются? И считают, то есть они так считают, они считают, что мир создан для того, чтобы осветить их деятельность, и это некоторая, значит, основа пьедестала, на которую они взойдут рано или поздно, потому что они являются великими в той или иной области. Это может быть там спорт, тысячи и тысячи спортсменов, которые занимаются спортом, хотя только из них единицы становятся олимпийские чемпионы, это может быть там наука и так далее. Это одна группа. Вторая группа людей, это люди, которые считают, что главное в жизни, это чтобы была хорошая работа рядом с домом, чтобы начальник был хороший, чтобы можно было хорошо там зарабатывать, платили хорошие деньги, и чтобы на работе хорошие были друзья. Вот их такая группа людей, которые ищут, как правило, они занимаются физическим трудом, такую простую работу, их тоже где-то около 20%. Третья группа людей, люди, которые ориентируются на работу в так называемых социальных отраслях, которые связаны с помощью населения, а именно это здравоохранение, это образование, вот то, что называется работники, если чуть по-другому говорить, бюджетная сфера. Вот там они просто хотят работать, помогать людям, и чтобы им государство за это платило достойную зарплату, и, соответственно, у них вот рост этой там карьеры. Четвертый тип людей, это тип людей, которые их называют такой офисный планктон еще. Это люди, которые хотят иметь такую очень высококвалифицированную работу, но не нести большой ответственности. Это те люди, которые занимают офисы и работают в офисах, просто не беря на себя ответственности. Вот про пятую группу говорить не буду, это, в общем-то, не важно. Вот таких пять групп. И поэтому, когда мы говорим о молодежи в целом, всегда надо держать в голове, что молодежь-то у нас очень разная. Молодежь, она ходит и на Болотную площадь, и ходит, соответственно, на Поклонную гору. Молодежь входит и в движение «Наши», и в бывшую партию «Спэс», либо в «Парнас» входит. Она очень разная. То есть здесь, по большому счету, это такой большой вопрос еще советской социологии, которая очень любила говорить о советской молодежи в целом, то есть как о таком монолитном явлении, равном блоку партийных и беспартийных, на которых голосовали все. И теперь нужно вообще, в принципе, понимать, что молодежь — это социальное явление, и оно точно так же, во-первых, расслоено, как любая другая социальная группа, да, и возрастная. То есть по имущественному, по образовательному цензу, по возможностям в жизни, месту рождения и прочему. И, во-вторых, как правильно сказал Игорь Евгеньевич, это есть расслоение между теми желаниями и возможностями, которые они хотят реализовать. И, возможно, да, ценностные ориентиры. — Вот, собственно, вопрос тогда, вот в чем. Мы можем ли вообще поднимать вопросы о существовании такого явления, как молодежь в целом? То есть есть ли у нас вообще, я понимаю, Сергей, что в вашем присутствии говорить, задавать такой вопрос сложно, да? — Так же, как, например, сказать, женщины есть или нет? — Да, они есть, конечно, но они же тоже разные. — Люди в целом. — Понимаете, люди в целом, но когда мы говорим о женщинах, о молодежи, это уже такое более биологическое определение, чем социальное. Потому что, когда мы начинаем обсуждать это на уровне экспертным, у нас получается, что мы можем сертифицировать их по ценностям, по имуществу, по доходу, по взгляду на жизнь, по реальным жизненным возможностям. Но обобщающий их какой-то фактор, да, он есть, но он не сильно регулирует их действительность, их живую жизнь. Разная молодежь выходит на Болотную площадь, разная молодежь выходит на организованные митинги, движения наши, да? Разная молодежь ездит на Селигер, причем на тот же самый Селигер действительно есть разные молодежи, и разные по политическим иногда взглядам, и по социальным взглядам. И по возможностям. Но в действительности их отличие друг от друга, да. О молодых людях можно и нужно говорить, что это отдельная группа, потому что каждый государство должно думать и заботиться о том, что делают сегодняшние 20-летние, только хотя бы для того, чтобы понимать, что будет с государством через 10, 20, 30 лет. Сергей, тогда вопрос такой, вот основная задача, вот то у нас уже заканчивается передача, чем руководствуется государство, очень серьезный вопрос. К сожалению, в 90-е годы, на мой взгляд, прошел такой перегиб. Он сформирован был, наверное, ельцинским периодом, когда боролись за эти проценты, когда ельцин там перезбирался в 96-м году. И государство стало социальное, по сути, государство стало государством для пенсионеров. Пенсии, социальный блок, все остальное. Для молодых людей практически ничего. И сегодня идет какое-то восстановление такое... Вы видите это живое восстановление в этом отношении? Я мало его вижу, честно говоря, но пытаюсь бороться за восстановление репродуктивной функции государства, когда государство думает не только о тех, о них надо думать, о пенсионерах и так далее, но нужно думать и о том, что будет завтра. А для этого нужно вкладывать сегодня молодых людей. Я поэтому этим занимаюсь, и всем, кто хотел бы этим заниматься вместе со мной, я предлагаю вместе работать. Сергей, а нет ли в этом разжигания? Разжигания чего? Вражды по возрастному признаку. Вот вы сейчас против пенсионеров сказали очень нехорошо. Я не против них сказал. Я сказал, что государство в их сторону сделали многие шаги, а о молодых людях не подумало и не думает до сих пор, к сожалению. И мы должны восстановить это. Это действительно очень сложный и очень правильный вопрос. Очень приятно, что чиновник федерального уровня, который занимается этими делами, действительно понимает, насколько это важно. И очень хорошо, что вы, Сергей, ориентируетесь ровно на этот момент, потому что действительно нет ни одного государства, в котором бы не было молодежи. Если государство не ориентирует свою политику на молодежь, оно значит не думает о будущем. Если государство не ставит приоритетных задач по работе с молодежью, и не столько по работе идеологического характера, сколько по работе в обеспечении для молодежи социальных лифтов и какой-то действительного будущего, мы можем говорить, что государство в этом случае потеряно. Потеряно в своей реальной жизни, потеряно в действительности, потеряно в своем будущем. Наше будущее за молодежью говорили много лет советские пропагандисты. В действительности это все свелось к одной банальной фразе «Пионер, ты за все в ответе». И бедный пионер, который действительно был за все в ответе. Мы, бывшие пионеры, сегодня в студии как раз и расхлебываем эту странную кашу с государством, ставшим и думающим о нас там с 90-х годах, как о случайно забытых людях. Сейчас будем надеяться, что эта политика переменится, что ситуация будет немного по-другому, и что те молодежные форумы, в которых в том числе участвует государство, форматы Селегера и новых инициатив, которые организуются Федеральным агентством по делам молодежи, получат действительно реальное воплощение в нашем будущем и дадут те результаты, которые позволят говорить о том, что у страны есть будущее с той молодежью, с которой приходится работать. Друзья, я напомню вам, что на радиостанции Финам-ФМ 99,6 УКВ вы слушали программу «Револьвер». С вами был я, Александр Боев, и наши замечательные эксперты Александр Тарасов, эксперт по молодежным субкультурам, историк, социолог, содиректор Центра новой социологии и изучения практической политики Феникс, Игорь Минтусов, представитель Совета директоров Никола М. И Сергей Белоконев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи. Вел программу я, Александр Боев. Спасибо. До свидания.